Привет! Что читаете? Сегодня дежурной по чтению я, Романова Юлия. Галина Юзифович, один из самых авторитетных российских критиков. Ее взгляд на литературу и ее мнение в значительной степени определяет книжную моду. Юзифович публикует обзоры современной прозы в итогах, ведомостях, эксперте с 1999 года. Была ведущей программы «Книжная полка» на радиостанции «Маяк». Ведет еженедельную колонку на сайте «Медуза», а также читает курс литературы и руководит мастерской литературной критики. Дебютная книга «Удивительное приключение рыбы лоцмана» Галина Юзифович – это настоящая навигационная карта по миру русской и иностранной литературы последнего десятилетия. Детектив в моей персональной иерархии жанров стоит атипично высоко. Скорее всего, причина подобной моей любви в том, что в идеальной картине мира хороший детектив – это всегда искусство невозможного, своего рода балет с утяжелителями. Писатель-детективщик должен не просто станцевать «Лебединое озеро» с гирями на ногах, но еще и сделать это так, чтобы никто не заметил разницы. Внутрь детективного романа всегда встроен обязательный наперед заданный набор – сдержек, противовесов и ограничений, которые автор должен умело интегрировать, обтечь, спрятать или, наоборот, эффективно обнажить и породить в результате нечто одновременно безупречное, захватывающее и в то же время осмысленное. Конечно, это получается не всегда, прямо скажем, очень редко, но в детективе работа авторской мысли – беззвучное вращение интеллектуальных шестеренок, виднее, чем где бы то ни было еще, и наблюдать за этим процессом сам по себе захватывающий аттракцион. Акунин из числа тех редких авторов, с которыми у каждого отечественного читателя имеется собственная история отношений – любви, размолвок, охлаждений, страстных примирений. Я не исключение. Я помню то волшебное чувство беспричинного детско-новогоднего счастья, с которым я проснулась зимним днем 1999 года. Это было счастье от того, что впереди меня ждет выходной день и недочитанные особые поручения. Я помню, как годом раньше не спала ночь, дочитывая статского советника. Помню потрясение от коронации лучшего романа Акунина, впервые в истории в отечественном фикшена, поставившего под сомнение незыблемость гранить между серьезной и жанровой прозой. Помню легкое недоумение от первого романа в трилогии «Апелагии», разочарование от суматошного перегруженного «Алтын Талабаса», раздражение от механистически грубых жанров. Как и в любой давней истории отношений, и давайте будем назвать вещи своими именами любви, я могу вспомнить и плохое, и хорошее. И почти все хорошее связано с Эрастом Петровичем Фондориным. Этот брюнет с седыми висками, синеглазая зайка, красавец, везунчик, джентльмен и самурай определенно увеличил количество счастья в моем читательском мире. И уверена, не только в моем. Поэтому поговорим именно об Эрасте Петровиче, вернее, о двух последних его инкарнациях. Планета Вода. Не знаю, как вам, а мне положительно больно видеть, что происходит сегодня с Фондориным. Единственный по-настоящему выдающийся персонаж из всего созданного Акуниным Сонма безликих сущностей. Он оставался живым, обаятельным, несовершенным, трогательным, героическим, да каким угодно. Поразительно долго. Но начиная где-то с нефритовых четок, все же начал усыхать и костенеть, сливаясь со своим бессмысленным и лишенным индивидуальности предками и потомками. Нынешний сборник, в него вошли две повести и один рассказ. На уровне названий, объединенные водной тематикой, планета вода, парус одинокий и куда же нам плыть, представляют собой практически финальную стадию трупного окостенения. От знакомого всем Ираста Петровича осталась негнущаяся мертвая кукла, идеальный в своем бесчеловечном занудстве благородный муж, без цвета, вкуса и характера. В первой повести он раскрывает злодеяние некого Губерт Уэльсовского, или вернее Александра Беляевского, тайного общества, превратившегося в свою цитадель целый остров в Антлантическом океане, а параллельно ловит маньяка, убийцу маленьких чахоточных девочек. Во второй, и, кстати, самой удачной с точки зрения сюжета повести, Фандорин расследует мученическую смерть своей бывшей возлюбленной, той самой Ангелиной из повести «Декоратор», которая, как многие помнят, очень любила Ираста Петровича, но Бога любила больше, из-за чего ушла в отдаленный монастырь. Третья история расследования небывалого умелого и кровавого ограбления поезда. Герои произносят монологи о судьбах Родины, практикуют медленное дыхание, штурмуют неприступные волжские утесы, концентрируют энергию Ки, обнимают красавиц и голыми руками крошат в капусту целые армии врагов. Особенно блистает масса, заслужившаяся, наконец, до роли полноценного доктора Ватсона. Словом, стараются как могут. Однако вся производимая ими движуха не может заглушить тоскливого, механического скрежет и пощелкивания, с которым идет вперед романная конструкция. Нехитрая машинерия, даже лучшие книги о Фандоре не всегда отличались некой благородной механистичностью, в прежние времена умело задрапированное и безупречно исправное нагло лезет наружу, разрывая ржавыми пружинами глянцевую оболочку. Более того, даже те детали, которые у Акунина прежде работали безотказно, выглядят сегодня заброшенными и не смазанными. А вот что говорят читатели. «Юзефович прекрасна» — это та книга, которую не просто нужно прочитать, пролистать и забыть. Это как настольная книга, как хрестоматия, как путеводитель в литературе. Это компас, который всегда покажет нужное направление. Книгу можно открыть в любом месте и в любой момент, сделав выбор в пользу одного из произведений. Это как любимое девчонками гадание по стихам. Только тут можно предсказать книжное будущее. Я думаю, что рыба Лоцман очень полезна в бумаге. Ведь кто как-никак на книжный Лоцман может предсказать нужный маршрут. Это неплохой сборник рецензий на довольно разнообразную книжную подборку. Здесь будут и фантастика, но скорее магический реализм или альтернативная история. Немного детективов, немного популярной литературы, много премиальной. И все это разбавлено нон-фикшном. Если вы ищете, чтобы почитать, и особенно если это из ряда не для всех, то вполне можно обратиться к этому путеводителю. Здесь все поделено на жанры, что удобно и облегчает задачу тому, кто интересуется чем-то конкретным. Перечислять многочисленные труды, упомянутые Галиной, я не стану. Скажу лишь, что их много, и все они добротно проанализированы. Присутствуют авторы самые разные. От Пелевина и Акунина, явных фаворитов и любимцев публики, до совсем незнакомых, которые не обязательно стали открытиями. Более того, понимаешь, что их лучше вообще не читать. Главным плюсом здесь я считаю то, что ты получаешь надежного проводника в мир литературы. Заглядываешь в ниши, о которых не подозревал, и это грозит новыми фантастическими открытиями. На удивление, очень годный нон-фикшн. Впервые после прочтения книги вся книжка в бумажных закладках. Еще только предстоит почитать про книги, про которые пишет Юзефович. «Немало заинтересовало. Я не могу сказать, что согласна с мнением автора обо всех прочитанных мной книгах. Но, безусловно, такой концентрированный анализ романов – это очень нужно, особенно рядовому читателю, не поглощающему книгу в день. По сути своей, эта книга – это своеобразный рейтинг книг, только по версии автора. И она вполне справилась со своей задачей. Несмотря на то, что книга – не художественная литература, читается она очень легко. И это огромный плюс, особенно учитывая немаленький объем». В двух текстах из трех детективных сюжет – вот уж с чем у писателя никогда не было проблем – схематичен и неубедителен. Впрочем, нет худа без добра. Нынешний сборник про Фондорина предпоследний в цикле. Так что, когда в следующей книжке автор убьет своего героя, а он наверняка захочет это сделать, жалко не будет. Чего жалеть? Он и так уже мертв. Алексей Иванов. Географ. Глобус. Пропил. Роман «Географ. Глобус. Пропил» Алексея Иванова впервые был опубликован еще в 2005 году в издательстве «Варгиус». Однако добавленные при переиздании дополнительные главы дают формальный повод поговорить о нем снова. А поговорить о географе, на мой взгляд, стоит, потому что книга – это не просто изумительно хорошая и приятная для чтения, но еще и очень важная. В силу разных обстоятельств сочетание доброй прозы безнадежно дискредитировано. В приличном обществе во избежание кривых ухмылок его вообще лучше не употреблять. Однако адекватного аналога этому термину пока не придумано. Вот и приходится пользоваться тем, что есть. Так вот, докладываю. Географ «Глобус. Пропил» Алексея Иванова – безусловно великолепный образчик по-настоящему доброй прозы. Правда, доброй прозы радикально новой, не виданные до сих пор породы. История молодого раздолбая Виктора Слушкина в нелегкую минуту жизни отправляющегося преподавать школьную географию скроена Ивановым по странному двойному лекалу. История молодого раздолбая Виктора Слушкина в нелегкую минуту жизни отправляющегося преподавать школьникам географию скроена Ивановым по странному двойному лекалу. С одной стороны, это, безусловно, очередная педагогическая поэма, напоминающая французский фильм «Хористы». С другой – очевиднейшая о географии, житие святого нового образца. Однако, принимая оба эти каноны, Иванов в обоих случаях отправляется путями, мягко выражаясь неторными. В том, что касается школьной жизни, Иванов, на первый взгляд, честно отыгрывает все типовые ситуации. Конфликт с двоечниками, дружба с хорошистами, влюбленность в ученицу. Однако, каждая из этих ситуаций разрешается совершенно неожиданным и нетиповым способом, полностью обманывающим все читательские ожидания. Даже сев играть самым ужасным из всех ужасных двоечников и хулиганов карты, Слушкин не выигрывает и не заслуживает тем самым уважения класса. Но в пух и прах проигрывает, окончательно это самоуважение теряя. Зато легкая искра контакта пробегает между Слушкиным и учениками в момент, казалось бы, для этого наименее подходящей. Таким же образом устроена и агеопрофическая линия. Дурачок, юродливый шут и вечный балагур. Слушкин возводит в абсолют новый тип святости, который, по его мнению, только из современно нынешнему миру. Святость – это когда ты никому не являешься залогом счастья, и когда тебе никто не является залогом счастья. Но чтобы ты любил людей, и люди тебя любили тоже. Взяв на вооружение, это, казалось бы, вполне невинную и благую философию, герой последовательно и безвозвратно рушит в своей жизни все самое важное. До отношений с четырехлетней дочерью включительно. Тем не менее, рискуя показаться навязчивой, повторю, географ – книга исключительно добрая. Господи, прости за это слово, душеполезная. Просто рассказанные простые истории из нехитрой провинциальной жизни волнуют душу и заставляют вспомнить одновременно советскую детскую классику и романы французского экзистенциализма. В голосе миясь над одной страницей, на второй – ты, если не плачешь, то, по крайней мере, хлюпаешь носом от сочувствия к этому нелепому, нескладному, трогательному герою и людям его окружающим. Огромной силой тренажер для души. Географ прокачивает каналы эмоционального восприятия, искусство, заросшее у любого современного читателя густым хом и заставляет вновь буквально, как в первый раз, прочувствовать простые и привычные вещи – зиму, влюбленность, ветер, доверие, одиночество, запах сигаретного дыма, вкус водки, головной боль с похмелья. Сила Алексея Иванова в том, что, будучи автором глубоко культурным, начитанным и образованным, он имеет дерзость отказаться от навязчивых в зубах постмодернистских кавычек и, отбросив весь предыдущий опыт, писать так, как будто бы мысль записать слова на бумаге ему первому пришла в голову. Этот же, по сути дела, фокус он с большим успехом проделает в сердце Парма и золоте Бунта. Однако там его материал – странная лексика и экзотические фактуры. В географии игра Иванова тоньше и сложнее, потому что работает он с материалом вроде бы совершенно обыденным, привычным и бытовым. И именно поэтому результат оказывается настолько завораживающе неожиданно. Издание объединяет в себе ряд статей о значимых культурных феноменах, книгах, которые и сегодня на слуху у многих. В нее вошли рецензии Юзефович на книгах примерно 100 авторов – некрологи Юрию Мамлееву и Умберто Эка, интервью с Мариам Петросян и Стивеном Фраем, а также размышления автора о новом жанре автобиографии. Книга «Удивительные приключения рыбы Лоцмана» – это некий путеводитель, где собраны рекомендации и мысли автора о мире современной литературы. Она для тех, кто ищет удовольствие в чтении. Книгу «Удивительные приключения рыбы Лоцмана» вы сможете найти в читальном зале Дворца книги. А вы читали сборник? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин